Троллейбусная линия в столице будет перенесена с улицы Акертава на улицу Ладария. Такое решение было принято на заседании Сухумского городского собрания. В связи с этим демонтируют контактную электросеть по улице Акертава от улицы Джелия до улицы Ардзенба. Здесь будет организовано одностороннее движение. Я думаю, что данное решение облегчит движение на этом участке. И по возможности посмотрим, нам все равно вместе с вами решать, когда будет у нас такая возможность переброски контактной сети. Это не дешевое удовольствие. И помимо того, что перебросит, у нас еще проблема от 14-й школы до самой реки Келосу. Там постоянно периодически падают деревья, знаем, когда у нас трогать их нельзя, ввиду экологических вопросов и так далее. То есть вынуждены смотреть и ждать, когда там создаться очередная ситуация. Сложности возникают и с переносом электросети на улицу Ладария. Есть вариант купить электробус, который сможет питаться как от линии, так и от аккумулятора. Троллейбусы сегодня есть, которые автономный ход имеют. Не обязательно всю контактную линию переносить. Эти контакты и эти моменты тоже имеют место. То есть можно просто в линию отпустить, проехать несколько километров на аккумуляторе, обратно поднять и поехать дальше. Возник вопрос насчет организации дорожного движения по улице Акертава. Не станет ли левая полоса парковочной, что опять-таки затруднит движение? Эта линия левая, которая является сегодня встречной, вы помогаете нам всем организовать движение, закрываете глаза, ставите там патруль и пропускаете машины по левой линии. Но когда, ранее с коллегой нами тоже обсуждали, что когда эта линия откроется, она будет движением односторонним, не будет ли левая часть этой улицы парковочной, как сегодня является правая? Я думаю, на сегодняшний день республиканская трасса, дорожные знаки будут установлены, остановка станка запрещена. Будем отрабатывать эти дорожные знаки на сегодняшний день. В ходе заседания сухумские городские депутаты внесли изменения в бюджет столицы на этот год по просьбе мэра Беслана Эшба. Изменения коснулись как расходной, так и доходной частей. Из-за многочисленных работ, которые необходимо срочно провести в жилых домах, в том числе пострадавших от стихии. Есть объекты, куда зашли, допустим, с одним сегментом ремонта, допустим, крыша. Потом пришлось ремонтировать весь этаж, ввиду еще других обстоятельств и так далее, и так далее. В принципе, сумма, она составляет от перевыполненного плана менее 70%, чуть больше 50%. Суммарно, если мы говорим, это 75 миллионов рублей. Вот у нас еще остается небольшая подушка, поэтому решили к вам обратиться, для того, чтобы вы внесли изменения в доходную и расходную часть бюджета в этом размере, из которых приблизительно порядка 50 миллионов рублей идет на строительно-монтажные работы, порядка 20 миллионов рублей пойдет на приобретение дополнительно специальной техники. А Тимур Абгач, начальник департамента Организации безопасности дорожного движения, отчитался о проделанной работе, об остановках, которые уже установлены, и тех, что предстоит установить лежачих полицейских и дорожной разметки. Значит, в этом году у нас остановочных павильонов было установлено 4-5 остановочных павильонов. Это, значит, водоканала. В прошлом году мы сделали с одной стороны остановку в направлении города Сухом. В этом году, в прошлом году начали, но не закончены были работы. В этом году закончили уже с города в сторону нового района. Улица Гумская, где, значит, кафе Бисквит, в направлении Вьема, тоже установлена остановка в новый район, так называемый Пятачок. Также на новом районе по улице Оргон, выезжая до Витерка, где милиция ВВД Новорайонская, там также была установлена остановка. Сейчас, значит, стоит вопрос об установке остановки на улице Лагрилава. Все три вопроса депутаты поддержали единогласно.